Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Напомню, что каждое спецприложение с момента его получения действительно всего лишь 72 часа. КВ-122 «Медведь» с 50% скидкой обойдется вам в 3755 голды. Этот советский тяжелый премиум танк 7 уровня вооружен 122-мм орудием с высоким разом урона в 390 единиц, благодаря чему с одного выстрела может отнимать львиную долю хп у низких уровней и в перестрелке с восьмерками сделать равнозначный обмен. На седьмом уровне с такой альфой дамаг набивается бодро. Данный прем тяж имеет отличную максимальную скорость 42 км в час, что позволит вам без проблем занимать главные важные позиции, подлавливать врага на переезде или же без проблем менять фланг или возвращаться на базу. КВ-122 «Медведь» это тяжелый танк не про броню, а с его перезарядкой ему импонирует игра от укрытий. Также он отлично справляется с ролью танка поддержки других более бронированных союзных тяжей. Данный премиум танк идет в эксклюзивном зеленом камуфляже. Помимо этого, в отличие от обычного КВ-122, «Медведь» имеет дополнительные экраны на башне и корпусе толщиной в 5 мм. Продолжая играть на этой неделе, и за любое количество боев, заработав 20 тысяч боевого опыта, вы получите второе спецпредложение, это 50% скидка на Скулкап. Со скидкой он вам обойдется в 3360 голды. Скулкап – это премист наемников седьмого уровня. Корпус немецкой СТ-шки, башня американской ПТ-шки и, конечно же, советское орудие. Деревянно-металлические экраны на бортах башни и корпуса. Выглядит данный премиум танк, как и любой другой наемник, конечно, необычно. Несмотря на большие размеры, данная СТ-шка имеет высокую максимальную скорость 58 км в час. А с топовым обзором для своего уровня в 380 метров, данный премиум танк умеет отлично контрить вражеские ЛТ и СТ. Орудие нам досталось советскими углами вертикальной наводки, всего лишь в минус 5 градусов. С учетом того, что наш танк имеет достаточно высокий корпус, очень важно следить за рельефом, на котором вы сейчас играете. Скорострельное орудие с комфортным разом урона в 180 единиц имеет хорошую стабилизацию при повороте башни. Скулкап – это фарм серебра, прокачка экипажа наемников и, конечно же, танк для выполнения новых контрактов. Продолжая играть в этот период, за любое количество боев, заработав 40 тысяч боевого опыта, вы получите третье спресс-приложение этой недели. Это 50% скидка на D-Stalker M46 Patton. Со скидкой он вам обойдется в 4550 голды. D-Stalker M46 Patton. Типичный американский средний танк. Невысокая максимальная скорость. Неплохая броня в лобовой части башни. Отличные углы вертикальной наводки, дабы эффективно использовать эту башню, играя от рельефа. Хорошее бронепробитие и привычный для средних танков этого уровня разовый урон в 240 единиц. D-Stalker M46 Patton – это фарм серебра, прокачка американского экипажа. Также не забывайте, что данный премиумный танк идет в эксклюзивном камуфляже. А у меня на этом все. В следующий вторник подкину вам новой информацией по спецприложениям. Не забывайте заглядывать на канал, ставьте лайк этому видосу. До новых встреч, всем удачи в боях и пока!